на библейский портал экзегет пришел вопрос что значит посвятить жизнь богу что конкретно нужно делать у некоторых святых в том числе и святых которые упомянуты и ветхом и в новом завете говорится так человек этот ходил перед лицом божиим вот это может быть несколько более понятное чем посвятить всю свою жизнь богу несколько более понятное нам выражение ходить перед лицом божиим что это значит это значит что каждый человек который посвятил свою жизнь богу он должен как бы представлять перед собой лице божие бог смотрит на нас бог видит нас и это действительно так. Бог недалеко от каждого из нас. Он видит каждые мелочи нашей жизни. И то добро, которое мы делаем, и то зло, которое мы творим. Если человек посвятил свою жизнь Богу, если он ходит перед лицем Божиим, то, конечно, это всецело меняет его жизнь. Он старается делать по мере сил добро, а иногда даже сверх несколько сил своих, зная, что Бог поможет, даже если сил не хватает. И он старается удаляться от зла, потому что он прекрасно понимает, что ему просто стыдно перед лицем Божиим ходить во зле. Бог видит все, и подвижник, который посвятил свою жизнь Богу, это не просто отчетливо осознает, он глубоко в это верит, он это чувствует, и чувствует, как Бог помогает ему в шествии по доброму пути и помогает ему отстраниться от злых дел. Именно это означает посвятить свою жизнь Богу. Бог всегда дает силы тем, кто к нему обращается. От нас же требуется в основном решимость. Решимость — это такое свойство христианина, когда он уповает на помощь Божию. Мы довольно часто смотрим вперед и думаем, а как мы справимся вот с тем или иным делом, а как нам в той или иной ситуации не согрешить. И зачастую мы понимаем, что это или очень трудно, или нам даже кажется это невозможным совершенно. И вот здесь от нас требуется вера в промысл Божий, в помощь Божию, и самое главное — требуется решимость. Если решимость у нас есть, то Бог всегда нам поможет в самом таком, казалось бы, неосуществимом. Сила Божия всегда приходит к делателю, а не просто к тому человеку, который размышляет о том, как бы сделать, но ничего не делает, и палец о палец не может ударить. Господь любит делателя, а делатель — это тот человек, который стремится к Богу деятельно, и Господь всегда ему помогает. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...